Мур, привет, друг! Это Зверько и традиционный гайд на нового героя. Итак, Матильда заявлена как саппорт-убийца и это должно отражаться в навыках. Давай посмотрим их. Пассивка. Все просто и понятно. Ускорение с дополнительным уроном от пройденного расстояния. Полезно здесь именно короткое ускорение. Оно нам пригодится в комбинации. Первый навык. Матильда призывает светлячков, чье количество увеличивается от пройденного ей расстояния. Пешком можно накопить 4 штуки. С помощью ульты, либо используя второй навык с ускорением от пассивки до 6 штук. У навыка неплохой урон, особенно с накоплением 6 мотыльков. Но этот урон становится менее актуальным в поздней игре. Вдобавок, навык сам решает, в какую цель атаковать. Если светляки летят в одну цель, то получают штраф к урону. А этот штраф, в свою очередь, претит обыча убийц в МЛ, потому что убийца должен вносить максимальный урон в соло цель. Ну да ладно. Чтобы навык атаковал раньше, например, когда ты кого-то догоняешь, то при повторном нажатии, отправляя мотыльков в бой, Матильда останавливается. Зато, если просто выходит время навыка, Матильда атакует на бегу, что, конечно, гораздо практичнее. Кроме того, во время схватки приходится выбирать, набегивать светляков или атаковать с руки врага. Не очень удобно, на мой взгляд. Второй навык. Матильда делает прыжок на расстоянии вспышки. Получает сама щит и навешивает щит на союзников в радиусе действия навыка. Можно даже бежать и навешивать на союзников щит. Кроме того, у союзников начинает мерцать еще дополнительный навык. Это прыжок к Матильде, но применить его сможет только один союзник. Это очень вариативный навык, как в атаке, так и в защите, в совокупности с ультой. Ульта. Матильда приобретает неуязвимость к контролю, небольшой щит и начинает кружиться вокруг выбранной цели против часовой стрелки, одновременно обстреливая ее мелкими светляками, которые в свою очередь и расшибаются о первое же живое препятствие. После этого Матильда устремляется к жертве, толкает и оглушает ее на очень короткое время. Из плюсов. Ты можешь использовать первый и второй навык прямо во время полета, что позволит накапливать светляков или прыгнуть к тебе, союзнику, а также добавишь себе запас щита. Из минусов. Пока что навык работает очень глючно и порой нельзя предсказать, из-за чего конкретно прервется полет. Из-за разрыва расстояния между целью и тобой или еще какой глюк. Кроме того, подлет можно бустануть, второй раз нажав на навык. Ты тут же пойдешь на таран противника. Ульта также используется как способ перемещения, но тебе придется быть внимательным и не залетать за врагом, который отступает под вышки. Антиконтроль у Матильды есть, а вот урон она получает весьма неплохо. И есть хороший шанс отъехать еще во время полета. Итак, обкидываем общим взором, что имеем. Ускорение, массовый урон, быстро перезаряжающуюся вспышку. Скин у Матильды пока один, но если хочешь себя все-таки порадовать под Новый год, то можно обратиться в Кодошоп. Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего акка для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игрой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. А теперь возвращаемся к ролику. Возвращаемся к Матильде. Как говорится, если вас съели, у вас есть два выхода. Так и у Матильды можно выделить два направления. Маг урон и поддержка. Эмблемы берем на мага с магическим поджогом, если играем в урон. А в поддержку эмблемы либо того же мага, но через первый перк, либо в поддержку тоже через первый перк. Дополнительный навык можно взять спринт, потому что второй навык как вспышка и так отлично работает. А спринт даст больше вариантов для позиции. Либо берем очищение. Также очень полезный навык. Сборка в трэш, угар и садомию. Обувь демона и можно не задумываться о мане. Жезл молний и пылающий жезл будут основой для урона. От часов судьбы толку не будет, потому что у Матильды высокий стартовый урон, но низкий магический бонус для первого навыка. Далее мимолетное время для перезарядки ульты и более частых гангов. А жерелье заточение. Очень профитно для мага. Можешь посмотреть в видео гайд на все магические предметы от Зверко. Ну и для выживаемости зимний жезл. Очень часто под его защитой мы можем пережить кд наших навыков. Эта сборка оптимальна, чтобы повеселиться в обычке или сделать быструю игру. Затягивать бой на Матильде в урон я крайне не рекомендую. Ее эффективность как дамагера падает с фармом противников. Сборка в поддержку очень вариативна. И она зависит от твоих навыков, от навыков союзников и пика противника. Но вот тебе мой общий вариант для того, чтобы от чего-то хотя бы отталкиваться. Маска мужества. Сам по себе отличный вариант для Матильды, поскольку добавляет скорости перемещения, здоровье и перезарядку навыков. Если кто забыл или новичок, маска увеличивает силу атаки и прочность защиты для тебя и ближайших союзных героев. А при активации сверху накидывает бонус к перемещению и атаке. Далее ожерелье заточения. Антихилл это мастхев для нашей игры, особенно на героя поддержки. Оракул. Даст бонус к выживаемости, включая в себя магическую защиту, здоровье и плюс 10% к перезарядке. Увеличит щит, который мы сами на себя будем накладывать. Пылающий жезл. Позволит повысить урон в жирных героев за счет поджога. И в конце древняя кераса, чтобы уменьшать физический урон противнику. Сборка, конечно же, абсолютно вариативная. Но я рекомендую играть именно в поддержку и собираться от ситуации на поле боя. Тактика. Тут не так много информации, как хотелось бы. К первому навыку придется просто привыкнуть. К таймингу накопления светлячков. К поведению противников, потому что они не будь дороги, видят сколько у тебя светляков и реагируют соответственно. То есть пытаются разорвать дистанцию. Навык мы максим первым, если зашли просто пофаниться и или играем в урон. Что достаточно любопытно. Автонаведение навыка работает и на противников, которые находятся в кустах. Даже если ты их не видишь. Так что навыка можно проверять кусты, либо добивать без засвета. Такого вот кустового зайца. Поэтому, держа в голове тайминги, можно состелить у противника стартового крипа с бафом. У нас довольно высокий стартовый урон, как ты помнишь. Первый навык можно использовать практически беспрестанно. Потому что его перезарядка начинается сразу после применения. А после его полной заряженной атаки, там, ну, КД составляет примерно 2 секунды. Чтобы накопить максимальное количество светляков, можно использовать простейшую комбинацию. Первый навык, автоатака и прыжок вторым навыком. Это даст тебе 5-6 светляков за весь пройденный путь. Теперь про ульту. Дуга полета будет зависеть от твоей удаленности от цели. Оптимально, если ты применяешь ее как можно ближе к цели. Так, урон от мелких светлячков и поджога не рассеется по другим противникам, а уйдет весь в жертву. Кроме того, если ты активируешь ульту слишком далеко, либо цель сильно разорвет расстояние, Матильду мгновенно притянет к цели. Как если бы ты нажал ульту повторно. Вполне логичная комбинация, нажать перед активацией ульты, первый навык, чтобы светляки начали накапливаться. Однако, если поспешишь, или дуга полета будет очень широкой, первый навык может пшикнуть в пустоту вместо урона по противнику. Это тоже дело привычки, с накатанными боями ты освоишь эту комбинацию. Ульта. Идеальный вариант гангать соло противника, или догонять его, используя до ульты или сразу перед. Твой союзник получит возможность присоединиться к тебе в погоне за жертвой. Как же спасать союзников? Тут палка о двух концах. Эффективность тебя как саппорта зависит от твоего профессионализма и твоих союзников. Поэтому, довольно проблематично приносить максимальную пользу, играя с рандомами. Особенно, если у них низкий винрейт и понимание игры. Итак, активируя второй навык, который мы максим в первую очередь, если играем через поддержку, мы будем навешивать на союзников щит, что увеличит их хп пул в целом, да и вдобавок противник не исцеляется, вампиризмом пока сносит щит. Теперь, у группы союзников светится новый навык, который притянет одного из них к тебе. Рандомщики пока что часто ради веселья или случайно используют этот навык, а цель, которую ты хотел спасти, погибает жертвой такой безалаберности. Но если ты играешь в пати со скиловиками, всё заиграет новыми красками. Главное, не применять в пустоту этот навык. Самая простая тактика – отступление. Ты видишь, что союзник не успевает уйти от врагов, прыгаешь к союзнику, чтобы достать навыком. Над ним появится светлячок и щит в полоске хп. После чего ты резко отступаешь и прожимаешь спринт. Вдобавок можно кинуть пассивкой в какого-нибудь крипа, чтобы ещё больше увеличить скорость. Союзник же просто прожимает навык и присоединяется к отступлению, подлетая к тебе. Есть ещё один интересный приём с помощью такого притягивания. Его можно использовать и в массовом бою. Например, идёт массовая схватка, где вражеский кор, например, стрелок, хорошо зонится от вас или совсем отступает. Ты, находясь рядом с вашим убийцей, прожимаешь ульту, выбрав жертвой кора, и прожимаешь тут же второй навык. Теперь союзник-убийца может полететь с тобой в тыл к противнику и уничтожить опасного дамагера. Этот финт подсказал мой друг Раскал, за что ему отдельное спасибо. Матильда при поддержке скиллового убийцы весьма опасная комбинация. Это же неминуемые догонялки нужного героя противника и большие шансы на успешное отступление. Однако, требует прямых рук и хорошей реакции и у тебя, и у напарника. На этом, пожалуй, всё. Играйте с хорошим настроением и побеждайте. Удачных боёв, друг. Если видео понравилось, жмякни лайк. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!